Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. Первая игра в шестую Циву, в полную версию. И, как я и обещал, сразу начну с самой высокой сложности, с Божества, и буду играть за Россию. Потому что, ну, по-моему, неплохие бонусы при игре через Божество у России есть. Посмотрите, какая тут есть новая скорость, называется сетевая. Она в два раза более быстрая, чем стандартная. А быстрая скорость только в 33% ускорена. Ну и тип карты возьму Пангея, потому что в пятой Циве, именно на Пангеи, на самой большой Пангеи, где больше всего наций, было сложнее всего играть. Так, какие-то вот правила тут есть. Оно не меняется, но, видимо, можно будет загружать какие-то свои правила. Так, Древний мир, быстрая Пангея, огромная, стандартная. Ну, тут все стандартное сделаем, победы все включены. И с варвами, и с племенными поселениями. Единственное, отмечу, что я уже включил быстрое перемещение и быстрый бой, чтобы не было этих всех анимаций. Так, ну, как-то место что-то не очень. Где горы, рядом с которыми наша лавра будет давать бонусы? А вот тундра, собственно, которая будет производство и... Хм. Ну, мне, знаете, хочется вот сюда, например. Вот, собственно, там, где у меня стоит мой воин. Вот тут почему-то хочется город поставить. Так, надо включить... Иконки. Что тут и тундра рядом какая-то будет, и... В общем, сюда. Перейду пока. И город вот тут поставлю все-таки. Так, сколько нам клеток дали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь лишних клеток дается. Ясно. Так, что у нас тут первое обрабатывается? На деньги он прыгнул. Ну, мне хочется больше, наверное, еду обрабатывать. Так, три хода до роста. А так... Четыре хода. Давайте вот это. Четыре хода до роста. И начну... Начну я, пожалуй... Так, тут сила 15, а тут сила 20. 15 обстреливать. Я начну с воина. Потому что, знаете, на таком уровне, на божестве, тут могут на вас начать нападать только в путь. Так, а что мне тут нужно? Горное дело. Тут орошение. А вот риск, кстати, мы можем, типа, вырубить, да, и получить. А тут животноводство. Вообще, конечно, можно астрологию, ну, как бы рано мне лавру тут строить, правильно? Потому что вообще гончарное дело амбар построить. Ну, хотя жилья... Жилья вроде... Достаточно где-то. Один из шести. Нафига мне амбар. Так? Так. Так что давайте, наверное, с горного дела начнем. Смотрите, Кати Петербург практически исторически верно поставлен. Такая Нева. Типа большая. Это, не знаю, какой-нибудь мойкой пускай будет. Ну, вот тут, видите, речка. Еще можно какой-то город поставить. То есть на тундре для России ставить города норм. Единственное, жалко, святое место не будет никаких бонусов получать. Так, а где какие там руинки, например? Блин, не поставил. Так, что у нас теперь обрабатывается? Все-таки хочет. Ну, это, конечно, круто. Еда, два производства и три золота. Но я скорее вот эту хочу. Да, видите, три хода будет расти. А тут было четыре. Так что вот так пускай будет. Ну, я как-то говорил в обзоре. Кстати, тут уже конец этой речки. Что типа надо каким-то такими треугольниками ставить. О, как, это тут гора. То есть вполне можно тут неплохой... Какими-то треугольниками в 5-6... В расстоянии 5-6 клеток. Как-то долговато, кстати, ход проходит. Все, вот хочу вот это место исследовать. Пока, кажется, туда неплохо будет город поставить. Возможно, стоило... Если оказался в яме, хватит копать. Возможно, стоило... Скаута первым построить. Но я опасаюсь... На таком уровне сложности. Понимаете, тут явно такие же бонусы, как в 5-й. То есть сразу два города у наций. Так, теперь можно и животноводство, наверное, открыть. Два города. То есть у них юниты сразу есть, скауты сразу есть. Ну, нафиг. Сейчас, наверное, надо вверх будет исследовать тоже. Соседний город государства обратился с просьбой. Я его к этим первым нашел? Нанять великого ученого. Блин, я его не первый нашел. Тут уже кто-то есть. 3-4. Блин. Я тут, наверное, не смогу, кстати, город поставить за того, что это нанмадол. Ну, вот плохо. Плохо, плохо. Так, давайте монумент. Блин, а что тут вообще монумент дает? Он же сейчас что-то другое дает. Ну, вот почему я не могу посмотреть никак. Две культуры. Просто две культуры. Ну, пускай. Культура тут нам не помешать. Сейчас скоро свод законов появится. Да, в эту сторону как-то не очень удачно я сходил. И вроде не поставишь там уже город. Вот, наверное, сюда придется ставить как-то. Надо тогда в эту сторону еще сходить. Вот нанмадол тут не в тему. А гора неплохая штука. Она дает мне бонусы. Бонусы моему этому. Активный политический курс может принять. Закон устанавливает. Да, давайте плюс пять к боевой мощи против варваров. И плюс одно производство. Или плюс вера и золото в столице. Это, наверное, производство. Так, и дальше. Международную торговлю. Кстати, я еще континент не открыл. Да, ну я думаю, что скоро открою. И заодно ускорю исследование. Ну вот тут уже раз, два, три, четыре. Вот тут где-то можно будет поставить город. Это вот неплохое место. Если в районе нет собак, то я хочу после смерти отправиться туда. Так, следующее, что мне открывать. Ну давайте, наверное, астрологию. Или стрельбу из лука лучше. Лучник. Мощь двадцать пять. Давайте лучника. Ну хоть это я первое встретил. Нет, и этого не первого. Блин. Печаль. Печаль. Ага, вот тут можно будет где-то город поставить. Точно. Три, четыре, пять. Вот, например, вот тут. Что у нас тут? Говорится про доступность воды. Тут плоховато. Но вот тут город нормально будет. Вот сюда, если. Раз, два, три, четыре. Блин. Близко. Вот сюда, видимо, надо будет вставить. Вот тут нормально будет, да. Так, где поселение? Вон оно. Плохо, плохо поселения видны. На карте. Руины с пятой офигенно были видны. А тут даже... Вроде никакого леса нету. Что сейчас за звук был? Что он означал? Непонятно, да? Ну я тем скажу. О! С радостью примем ваше гостеприимство. Ускорили письменность. Какой у него историческая цель? Покровитель искусств симпатизирует цивилизациям, не конкурирующим за великих людей. Нанимает великих людей при каждой возможности. Не любит, когда другие их нанимают. Круто. Так. Тут у нас уже до четырех выросло. Давайте вот так. Если мы все на производство, включим производство и вера. Нет, так мне не нравится. Просто производство. Давайте. Просто привык из города эскейпом выходить в пятой цель. Видите, тут... А тут включается... Ага, ну бразилец вроде далеко. Вряд ли он будет сюда город ставить, например, да? Ну, надо вообще исследовать в эту сторону. Еще одна. Так, а что это Петербург у нас голодать стал? Внезапно. Или просто... А, у него просто ноль. Ясно. То есть, мне уже даже сообщается, если ноль будет. Так. Построили амбар. Ну, давайте поселенцы, наверное. В принципе, так понятно, куда города ставить. А, вот. Знаете, наверное, тот звук был, что вот тут появились варвары. Надо вот этим будет дуболомом сейчас вернуться. Так, ну что у нас тут? Ух ты, кровь мученика. То есть, можно находить в этих селениях сразу реликты прямо. Причем на уровне сложности божество. Ничего себе. И 75 золота. Так, ну этим возвращаемся. Ну, пока я хочу вот тут поставить второй город. Сразу пять веры мне пошло. От крови мученика. И восемь туризма. О, блин, прибежал скаут. То есть, я его убью, то он не сообщит сюда о том, что он меня нашел и на меня не будут нападать. Ага, вот река. То есть, вот там можно будет город ставить, например. Блин, но мне не нравится, что у меня мало гор. А у меня именно лавра... Именно лавра... Получает бонусы, если рядом горы. Какой-то скаут побежал домой. Так, пока не буду речку переходить. Это что, фарфор, что ли? Не фрит. Ну, есть такое ускоренное движение юнитов. Прямо действительно выглядит не как в пятой цивице телепортация. А именно, что ускоренно он так, как бы на перемотке такой, щух, побежал. О, пантеон. Ну, давайте думать, что взять. У нас есть плюс одна вера за соседние клетки пустыни. Это нафиг надо. Плюс 15 при создании чудес древнего мира. Плюс одну очко великого человека за каждое священное место. Кампус? Ммм, это, кстати, ничего так. У меня намного быстрее пророк появится. Ну, смогу купить. Тем более, что я лавру... Хмм... Давайте, наверное, возьму искру божью. Так, еще деревенька. Так, поведу под защитой сейчас. Скаут как-то обратно не бежит пока, зато поселенца надо будет защищать. Опа. По толку силы зла, покуда в цель... Полагаю, у торговли есть и положительные качества. Она объединяет мир. Так, ничего я не буду пока тут менять. И мне, кстати, компьютер рекомендует ставить. Видите, рекомендует ставить вот тут. В принципе, есть определенные... Ну, могу согласиться, потому что, например, я смогу вот тут лавру построить. И получить бонусы от горы, наконец-то. И, в принципе, тут до всех вот этих ресурсов я все равно дотянусь. И все равно вот у меня будет доступ к воде. Так что, в принципе, соглашусь и поведу туда. Ну, еще варвары, блин. Так. Давайте, наверное, лавру уже откроем. Дальше мистицизм. И построим лучника. Так, а тут переключусь на рост. Четыре хода. Э. Так, еда. Четыре хода до роста. Лучник, три хода, блин. Все время забываю escape не нажимать. Нужны горячие клавиши для выхода вот из города, например. Так что, я пока только Бразилию нашел. Двенадцать наций я нашел только бы, блин. Что-то меня тут начали уже атаковать. Я, пожалуй, все-таки деревеньку все равно возьму. О, юнит опыт получил. Так. Объединяем. И теперь они у нас под защитой. Ну, не должны, по идее, убить. Открыто. Я сейчас получил ачивку службы сопровождения. Видимо, впервые объединил юниты. Ну. Отлично. Так. Плюс семь к боевой мощи против юнитов ближнего и дальнего боя. Плюс десять при обороне от дальнобойных атак. Давайте, наверное, вот этот плюс семь возьмем. Отлично. И следующим ходом вот варваров расфигачим. Так, следующим ходом еще и город поставим. Круто, круто, круто. А, значит, до скольки у меня Петербург... Что тут? Педро II объявил войну за Низибару. Что это он? Обалдел. Так, лучник есть. Петербург, в принципе, до шести может расти, да? А вот почему удовольство ноль? Как вообще у нас тут удовольство считается? Одно удовольство из требуемых одного. Ага, значит, уже следующий... Следующий будет в минус удовольство, да? Ясно. Так, ну вот смотрите, тут у нас жилья три из шести, а тут один из двух. То есть вот у нас только одна вот эта, как сказать, речка дает свежую воду, поэтому удовольство меньше. Раз, два, три, четыре, пять. Ну вот где-то тут надо город основывать, или даже тут. Раз, два, три, четыре, пять. Да, вот тут надо город, и у меня будет треугольник из городов. Такой. Типа, и они все будут друг на друга влиять таким образом. Так, лучник тут построен. Блин, торговца, может, из Астрахани в Санкт-Петербург пусть. Или еще одного лучника. Блин, давайте еще одного лучника. Я волнуюсь на божестве. Отлично. Расфигачили варварский лагерь. Так, пойдем вниз. Разбираться. Так, мы с монумента начну. И что у нас тут на еду? Пускай на еду... Ну, до двух пускай вырастет. Превысит лимит жилья. Кстати, видимо, можно будет тут амбар как раз построить. Так. Следующий ход. О! Чувак, я за тебя в прошлую игру играл, так что извини. Не буду слушать. Давай обменяемся столицами. Вообще не против. Так. А, ну он далеко. Неизвестный игрок построил Стоунхендж. Это ошибочное принятие случайного и индивидуального символа за универсальный. Ну, мне бы... В нашем распоряжении есть посол, который поможет завоевать расположение. Окей, окей. Вот мне бы два очка великого пророка за ход, конечно, но я пока не открыл... Такой... Население своей цивилизации до шести. О, так я скоро это как раз открою. У меня сейчас... Видите, Петербург до четырех вырос, а Астрахань... Ну, блин, скоро Петербург до пяти вырастет. Ну и что? Все равно одно удовольствие из одного требуемых. Могу как бы расти. Ладно, давайте отправим... У нас есть Занзибар, который будет давать четыре золота в столице. А его уникальный бонус – редкие ресурсы. Либо Нанмадол, который будет культуру давать. А его бонус дипломатический? Ваши районы на побережье, если... Или вы не заводят плюс две культуры. Ну, давайте, наверное, отправим в Нанмадол. Культура в данном случае лучше, по моему мнению, чем золото. Так, Скаут куда-то тут бежит. Перикла, Стоунхенш построил недостаточное жилья в Астрахани. Ну как, пока достаточно. Что-то они заранее как-то начинают кипишить. Так. Прутся уже варвары по мою душу. Плюс пятьдесят. Вот, ну, открою Раннюю Империю и... Начну строить третьего поселенца. Ну, отлично обстреливает. Очень неплохо, я бы сказал, даже обстреливает. Так, сейчас еще одного лучника построим. О, смотрите, вот Нанмадол кто-то берет. Да и Зензибар вон атакуют. Ну, это бразилец, понятно. А Нанмадол-то кто? Так, а почему я, находясь в... А, тут холмы. Ясно. Ну, встанем тогда сюда. Этим чуваком сюда. Ну, надо этот лагерь разбомбить. Разбомбить. Вот видите, ускоренно вот сейчас. Все равно видно, что они что-то делают. Но при этом нету ощущения, что там телепортация. Вот не видно, как в пятой. Вот интересно, как это в сетевой игре будет работать все. Так, оракул я не буду строить. Давайте, наверное, уже можно торговцам построить и пустить из Астрахани в Санкт-Петербург. Так, кто тут Нанмадол? Не, ну, Занизи Барта... О, сейчас Нанмадол возьмут. Что-то мне не нравится такого соседа иметь под боком. Хотя, слава богу, тут такие горы. Недавно мы открыли секрет планирования городов. Проще и прибыльнее создав... Я не верю в астрологию, потому что я стрелец. А стрельцы — большие скептики. Так, что у нас следующее? Мореходство, в принципе, конечно, можно открыть, потому что у нас тут и рыба есть. Но пока нету района строить каменное... Ну, давайте амбар открыть. Амбар вот как раз для Астрахани будет. Так. А, тут был промоушен. Заметили варваров. Так, что-то я хотел посмотреть сейчас. Блин. А, если я построю лавру. Где мне будет хоть какой-то бонус? Вот плюс один из-за чего? Из-за леса? И вот плюс один из-за реки, видимо, вот тут. А, нет, тут все плюс один из-за реки. Все плюс один из-за реки. Угу. Об Астрахани. Вот плюс два на овцах. Ясно. Так. Кто-то пирамиды построил. Хотят слухи, что Бразилия захватила. Хотят слухи, что... Локализация, пять баллов. Вновь видеть то, что уже прошло. Сколько держав пережили превращение? Так, сменяем на поселенцев. И вот после торгового пути поселенца будут строить. Так, скаут. Варварский. Куда ты убегаешь? А вот куда. Так. Не понял, двоих уже уничтожили? Два поражения. Неизвестный игрок был побежден. А, Занзибар побежден. Ну, Занзибар ладно. А вот какой-то неизвестный игрок на 27-м ходу уже компьютер компьютера вынес. Прикиньте. В Санкт-Петербурге недостаточно довольства и недостаточно жилья. Ну вот, довольство минус один, наконец-то пошло. И что оно значит? Минус 15% к росту. Ну, то есть, можно уже не расти в Питере. Отменяем на еду. Чисто будет у нас производство тогда. Производство и вера. Так, и следующее. Открываем. Обработать три клетки надо. Мистицизм, политическая философия. Постройте любой район. Победите аванпост варваров. Я же уже победил какой-то аванпост. А, ну вот, собственно. Пойдемте сюда тогда. Право прохода. Ну, давайте. Мы будем играть, как бы. Нам надо со всеми дружить и торговать. Так, ну что тут, варвары, где обратно в свой лагерь? Не безобразничай. Молодец. Я сейчас убил три варвара, что ли? Так, надеюсь, тут голода нету. Просто ноль ходов роста. Нанмадол побежден. Его кто захватил? О, это, походу, скифы. Ну да, скифы. Блин. Еще один неизвестный. То есть уже двух компьютеров вынесли. На двадцать восьмом ходу. Нормально? Че-то меня это смущает. Как-то. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. Заходите на сайт 2GIS.ру и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы или операционной системы. 2GIS, если быть точным. Наверное, глина в руках умелого гончара бывает счастлива. Так, но у меня же сейчас очков великого пророка нигде не капает, правильно? Да, 0 из 80. То есть надо лавры строить. Так, вот. И опять же, смотрите. Только когда появился у меня караван, только тогда я могу смотреть доступные пути. Ну, видимо, я не знаю, по-моему, это не совсем правильно. И все равно показывает вот из этого города. А я хочу, ну, из Астрахани в Санкт-Петербург. Вот я хочу сейчас посмотреть из Астрахани в Санкт-Петербург. Почему мне это не показывает? Почему я должен только сначала перекинуть? Он, давайте, вот плюс один, плюс один, да, если я в Астрахань отправлю. Но выгоднее посылать из маленьких городов. Поэтому мы берем этот караван и перекидываем в Астрахань. Вот сейчас будет написано, кстати. Да, Астрахань, Санкт-Петербург, все равно плюс один, плюс один. Вот почему я не могу это посмотреть никак? Я не понимаю. Так, орошение. Ну, давайте письменность откроем. Почему нет? Почему не открыть письменность? И, и, и... Поселенцы, да. Наконец-то я этого скаута добил. Тут бегает, понимаешь. Ну, дорогу сейчас проведу как раз между Астрахани и Санкт-Петербургом. Хоть что-то. Все, он почему-то один-один. Ну, проложим. Таковый путь приносит в казну доход. Пойти, что ли, скифов увидеть. Вообще, в принципе, тут какой-то неплохой город может быть, между прочим. Зря я так гнал. Тем более у нас тундра как бы работает. Может, третий город тут поставить, чтобы как-то против скифов какой-то аванпост был. Тут давайте пока поисследуем. Так, стой, лечись. Еще один победил. Уже трех победили. Ну, зашибись. Писать значит делиться. Желание делиться. Что-то меня как-то смущает эта резвость компьютера в убийстве всего и вся. Так, давайте обработку бронзы, железа тут. Ну, вообще, стратегические ресурсы любые очень важны. Блин, может перекинуть теперь лучника туда вверх. Как-то я боюсь бразильца. Самое интересное, что тут же никак не посмотреть силу. Греция, Бразилия. Показать подробности. Ну, и что я вижу? Социальные институты, империя. То есть, армию никак не увидеть. Ладно, пускай тут стоит. Ну, дорога прокладывается. О, ну, слушайте, ну там какая-то армия прется. Блин, надо возвращать. Я думаю, город мы тут и так поставим. Слава богу, хоть что-то построил уже. Да, отлично. Мы вообще только два города-государства встретили, которых уже захватили. Кстати, вот куда делись? Видите, нету посла. То есть... Он хочет право прохода и дает нам одно золото на 30 ходов. Ну, в принципе... В принципе, пускай хоть у него железо есть. Вдохновение без труда лишь тростинка, которую колышет ветер. Теперь создание строителей. Сколько у нас там осталось до... Один ход до поселенца. Ну, давайте сменим, наверное... А, блин, или я уже не могу сейчас. Нет, могу. Один ход. Отлично. Так, ладно. Этот пускай тогда тут стоит. Раз бразилец чисто пройти хочет, а не воевать, то фиг с ним. Хотя, все равно надо глаз да глаз. Ну, что? Тут проблема в том, что тут как бы маловато воды, типа. Вот мне рекомендуют тут поставить город. В принципе... В принципе, можно, конечно. Тут и будет три оленя. Но как-то близковато к столице. Вот это меня смущает. Ну, тут, видимо, четвертый город... Уже четвертый тут стоит. Потому что этот как-то получше выглядит. Тем более от скифов как-то защитимся. Нафеку, что он мачи жахат. Газрахат и расово галтугну варзан. Да, я видел. Я видел, что ты с Нонмадолом утворила. Так. Пора строить лавру. В какую сторону нам ее лучше построить? Ну, бонусы, видите, настолько от реки могут быть. Поэтому давайте, наверное, сюда. Потому что я смогу гавань построить. Будет еще бонус от гавани типа. И вообще... На речках обычно там бонусы есть. Так. Теперь я хочу, чтобы город у меня рос. Шесть ходов до роста. Пускай вырастет. Так. В Астрахани что? Лимит жилья. Тут можно на рост забить, а все на производство поставить. Хотя тут так. Производство-то и не очень. Может, клетку купим? Вот эту с овцами. Так веселее. Лучник, лучник, лучник. Ну, в принципе, тут еще места. Ну, такие, блин, места не совсем под Россию. Видите, тут не хватает тундры. Так, что тут у нас? Еще один игрок побежден. Слушайте, а может, это игрок побежден? Может, это не нации, а города-государства? Точно, это, наверное, города-государства. Там города-государства... Вот давайте посчитаем нации. Раз, два, три, четыре, да? Пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, один, десять. Не, так все нации на месте, слава богу. А то я думал, как какая-то хрень уже просто выносят на ровном месте друг друга компьютеры. Сейчас доиграюсь, что мне ничего не останется. Давайте вниз пойдем, чтобы там варвары не появлялись. Это, видимо, захватывают города-государства просто. Вот и все. С радостью приветствуем. Я со всеми дружу. Дружочек-пирожочек. Ну, все равно, считайте, что очень агрессивно компьютер играет, вам не кажется? Так, выносит города-государства быстро. Так, полечимся. Что еще построено? Оракул построили. Я хочу создать долговечное наследие. Вот как можно было в слове Ходят слухи допустить ошибку и написать хотят. Локализация обалденная просто. Так, что у нас с железом? Ага, вот железо. Ну, то есть, типа, есть. Окей. Давайте-ка перепрыгну. Дальше исследуем деньги. Ну, что, ставим тут город. И купим сразу, видимо, клетку с железом на всякий случай. Мало ли. Так, тут рекомендую кампус. Может, с лавры начать действительно? Ну, сразу. Видите, плюс три. О, класс. Тут, вон, леса можно еще вырубить. А тут вот чистое место. Давайте. Сразу лавру строим. Так, а в Астрахани? Амбар, наверное. Давно хотел амбар построить. Ну, жилье увеличится тогда. Так, это пускай в городе сидит. Да, в будущем... Мне больше в свою сторону и не надо. Поищу себе другое место. Хотят слухи, блин. Франция вынуждена объявить войну с Киеви. Я не склонен недооценивать военные традиции. Но те, кто ведет войну в рабской зависимости от установленных правил, прыгают. Нет, не будем... Не будем менять политический курс. Чудо света. Постройте любой район. Трудовая повинность. Ну, район я скоро построю. И... Как раз надо в политическую философию идти. Шесть ходов. Давайте пару ходов драму и поэзию пооткрываем. А почему вот грек не берет эту деревеньку? Компьютер, короче, тут действует, конечно, иногда. О! Так, давайте-ка мы тут встанем, чтобы скифы к нам не... С кем-то мир заключила мир. С Нанмадолом? А Бразилия с прошлым ходом с Занзибаром? То есть, а то, что их вообще уже не существует больше или так как? Или они существуют где-то? Фонтанал наиболее сложная межтропическая алювиальная равнина на планете. И, наверное, наименее изученная ее часть. Интересная. Так, а что я сейчас взял из руинки? Новая религия основана. Круто! Ну, это, по-моему, первая религия. Где-нибудь я могу? Эл, по-моему, измеряет религия у нас. А нет, протестантизм, буддизм и даосизм уже основаны. Ага, вот это граница еще какой-то город Грека, да? О, наконец-то континент открыл новый. Кротон Конга, это где? У Афин. Ладно, так, лавра следующим ходом. Мы переключимся тут. Хотят слухи. Чего эти слухи хотят? На трудовую повинность и на философию сразу. Собственно, вот туда повинность, политическая философия, чтобы свинить правительство. Так, лавра есть. Сейчас будут очки великого пророка капать. Что в Питере можно построить? Светилище заодно. Хм, строить, не строить. Амбар? Ну, у меня лимит по довольству пошел, а не по амбару. Давайте, наверное, строителей. Там выбрано как раз ускорение строителей. Так, и в Питере прекращаем на жрачку. Теперь у нас производство. Так, а святое место я пока, наверное, не могу посадить. Пока тут не построено святилище, оно типа ничего не будет давать. Ну, не дает возможность посадить как бы специалиста в этот город. Эфес. Хочет права прохода и будет два золота давать. Ну, давайте примем сделку. Типа дружбаны. Но он не заход, она мне дает. Просто дала два золота и все. Сейчас Астрахань вырастет. А в Казани у нас что? Пускай на производство сидит. В Питере надо несколько, наверное, рабочих построить. Я тут много чего обработать, наверное. Но вот сейчас нет, например, смысла вырубать рис, да? У меня и так предел по населению, типа. Владыка, мы начинаем привлекать великих людей мира. Безуслов. Кого это я привлек? Деньги не приносят счастья, но хотя бы позволяют с комфортом предаваться печали. Чем больше мы строим специализированных районов, тем сильнее привлекаем... Вот, шесть из восьмидесяти. Пророк только. Пока только пророка. Хотя вот писатель и торговец, и музыкант. Что-то пошло. Дороги усовершенствованы. Круто. Астрахань нуждается в довольстве. В общем, у меня не обработаны клетки с довольством. Так, что следующее? Железный рудник построить. Построить ферму. Орошение, плантация. Вот редкий резю... Вот орошение надо открывать. Пойду сначала, наверное, железо... Хотя... Нужно ли мне спешить с железом? Наверное, давайте обработаю рудник. Ну, в смысле... Драгоценные камни. Это довольство даст. Так, давайте еще одного строителя. Ну, давайте убью скаута. Может, это как-то повлияет на мои отношения с Грецией? Так, а вот это что такое прется к моим границам? Какая-то армия... Бразильцы. Ну, правда, я ему проход дал. Может, он куда-то пойдет? Блин, ну, по идее, вот этой армией вполне можно Астрахань взять, как вы думаете. Ага, он уже начинает думать, что я отстаю по техам. Тревожный знак. Крепкая экономика начинается с крепкой, хорошо обученной рабочей силы. Содержание юнитов. Так, что у нас против варваров? Нафиг, наверное, надо. Содержание юнитов. Опыт разведывателя. Плюс 100 производства. При подготовке юнитов тяжелой и легкой кавалерии. Пока не могу. При морских античности. Ближнего и дальнего моря, древнего мира и античности. Вот это давайте возьмем. И надо бы заняться, поднастроить юнитов. Так, в Астрахани амбар построен. Удовольствие в минусе. Ну, давайте лавру. Два. Там, конечно, овец стоило бы сначала снести. Поэтому давайте строителя. Я же могу овец сносить, если мне не изменяет память. Ландшафты и характеристики. Улучшение ресурсы. Овцы. Да, плюс 25. После строителя можно... Как бы сейчас бразилец не напал на меня. Уже в средневековье Греция. Зашибись, да? Во имя прогресса нужно меня остановить. Я так и знал. Объявляет мне внезапную войну. Ну, давай внезапно повоюем. Блин, встал, чтобы мой разграбить караван, я так понимаю. Так, вот у нас довольство появилось. Или пока не появилось. Так, тут пока не будет. Ну, сейчас достроим. Так, в Астрахани, видимо, надо заканчивать со строительством строителя. И начинать, не знаю, лучник, копейщик. Что тут лучше? Лучник, наверное. Двадцать пять, и тут двадцать пять. Блин, еще и грек может прибежит, когда на меня нападать. Рыцари, класс. Обалдеть. Ну, тут, походу, знаете... В любви живут тысячи людей, но ни один не выживет без воды. Тут, конечно, бразилиц, я думаю, меня возьмет. Но, мягко говоря... Если мне еще грек объявит войну, то это, конечно, трындец будет. Потому что чувак приперся откуда-то, фиг знает откуда, чтобы объявить мне войну. Юнит готов к повышению. Ну, лучника мы пока ведем. Так, железный рудник. И мечника я смогу тогда строить. Ну, рыцари вообще не будут сносить сейчас мне тут все нафиг. Колесо, тяжелая колесница, двадцать восемь. Ну, смотрите, как бразилиц вырвался. Вот тут Греция и Скифья, хоть от них недалеко. Но бразилиц вообще как-то... Обалдеть. Обалдеть и не встать. Ну, ладно, давайте колесо пока исследуем. Так. Тут будем лучников строить. Что ж поделать. Давайте, может, тут лес вырубим. Или ферму построим. Так, ну ферму надо по три рядом строить. Так. В Казани я лавру построил, да? Амбар тут пока не нужен. Монумент, наверное, тоже пока не нужен. Давайте центр коммерции, чтобы... Можно было караван пустить. Ну, армия тут бессмысленно в Казани строить. Она просто не успеет, мне кажется, до Астрахани добежать. Так, давайте кого-нибудь проатакуем пока. Блин, мне кажется, следующим уходом сейчас Астрахань возьмется. Смотрите, она в осаде. И что это значит в осаде? Типа не восстанавливается здоровье, я так понимаю. Наверное, должен убраться. Ну, колесница, по-моему, не стреляющий юнит. Да, видите, не восстанавливается здоровье. Все, Астрахань взята. Класс. Ну, я не знаю, тут, конечно, дальше уже нет смысла играть, потому что явно непобедим. И почему-то еще прется армия ко мне грека. Вот сложно сказать. Я вот пока затрудняюсь с оценкой силы компьютера. У меня такое ощущение, что разработчики просто тупо сделали так, чтобы компьютер наваливался на игрока по какой-то причине. То есть, например, Бразилия, она не воинственная нация, типа по идее. Но почему-то все меня не любят. То есть надо пока разобраться в механизме того, как тут сделано влияние действия игрока на компьютер. Потому что я все делал так, чтобы на меня компьютерные игроки не обижались. И уж тем более Бразилия, которая тут Занзибар захватывает, на Астрахань напала. Какого фига вот все тут из игроков, вот почему Бразилия на меня так сильно напала? И почему, хотя я ничего не делал, вот наши отношения для отношений помешать одной из их целей. Причины текущих отношений в данный момент ничто не портит ваши отношения. Тем не менее, Бразилия просто обогнал меня по технологиям сильно. А так как это божество, то, естественно, у него тут дофига всяких возможностей. И у него сразу, еще раз повторю, два города, там юниты есть, скауты есть. Захватил Занзибар и пошел меня напрягать, когда тут и Грек есть. Ну, в общем, не знаю, давайте я сейчас пока остановлю запись. Попытаюсь доиграть до конца, когда меня захватят бразильцы. Только в тот момент включить запись и показать вам. Ну вот, прикиньте, тут еще приперся Грек и тоже мне объявил войну. То есть, если хотя бы бразильца объяснимо, потому что он тут рядом где-то, да, то какого хрена перся ко мне Грек неизвестно откуда? То есть, ощущение, что тут скорее разработчики, знаете, чтобы сделать нам сложно, будут, сделали специально, чтобы компьютер действовал очень агрессивно изначально. Чтобы мы должны были строить кучу юнитов. В общем, пока решил включиться, потому что я до сих пор обороняюсь. Просто каждый ход строю по лучнику. Ну, а у меня тут, вот сами посудите, воин 20 сил, да, лучник хотя бы 25, он урон наносит, да, 15, когда я, ну, все-таки 25, да. Можно еще копейщиков и тяжелых колесниц поднастроить. Вот тяжелая колесница уже одна есть, давайте еще одну, потому что все равно по одному ходу. Успел построить район военный в столице. Тоже, в принципе, неплохо. Единственное, что он, конечно, ничем не обстреливает, и вот сейчас я ищу, где у меня тут стены. Вот каменная кладка, собственно, надо ее открывать для начала. Для ускорения требуется построить каменоломню, но у меня каменоломня, по-моему, только в верхнем городе была. В общем, мне ее уже захватили, так что без вариантов особо. Ну, так, они, конечно, ломят. Тут и греки, и бразильцы. Ну, просто спам юнитов, потому что они, как всегда в Циве, они умеют только, знаете, числом каким-то нападать, а когда надо реально воевать, они не особо соображают. Ну, правда, вот мечник – суровая сила. Давайте попробуем его хоть как-то убить. Вот этого меча, лучника, наверное, сейчас замордует. Плюс два, кстати, за атаку с флангов. Так, сначала грек ходит, а сейчас будет бразилица ходить. Ну, я думаю, он мечником кого-то убьет из этих, потому что мечник сильно выпасит. Нет? Угу. Отступил. Круто. Круто. Так, мы сможем эту колесницу убить? Наверное, сможем. Отлично. Тут еще минус два ему за то, что он на болотах стоит. Так, и здесь давайте лошадей греков упасить. Ну, вот спрашивается, вот фиг ли они на меня напали вдвоем? Вот в чем, в чем идея? Что им, что, что этим нациям это нападение дает? Я сейчас размышляю, как, знаете, в ФФА интернетовском. Так, там у одного лучника повышение будет, но это потом. Это все потом. Так, производство, производство. Надо еще, конечно, и строителя построить. Здесь, наконец-то, железо обработаем. Но, несмотря на то, что у меня есть железо, мечников я, по-моему, не открыл. То есть, я еще мечников не могу строить. Сначала каменную кладку открою, потом мечников. Начну. Блин, вы еще объединитесь против меня. О, он уже в Астрахани построил стены, кстати. Тут ап у лучника. Ладно, не буду пока брать. Лучше убью колесницу. Так, вот здесь возьму. И здесь возьму. Здесь коника обстреляю. Этот, по идее, может коня обстрелять, да? Все, прокачанные ручники. Что у нас, кстати, там с великими людьми? Когда у меня там пророк? А, все, я уже... Смотрите, я уже не могу пророка получить. Класс. Пять баллов. То есть, и вот с соседями... Ну, рыцарь, конечно, убивает. С соседями, получается, я не могу дружить, чтобы с ними торговать, как играя за Россию. Нормально? Так. Так. Нифига себе, ну тут фиг, конечно, снимешь защиту с этих стен. Нет, пускай постоит. Так, к этому стены откроются. Четыре хода. А когда там будут какие-нибудь тараны, вот это вот всякое... Катапульта. Ну зачем? Я вот не могу понять. Просто это... Таким образом нам разработчики делают сложно. Мы пока просто еще не разобрались в механике действия игры, да? Не можем максимально. Ну, скорее всего, будет так, что надо будет вначале, вот как раз при игре на божестве, кучу юнитов строить и захватывать все вокруг любого. А я зачем-то играл в развитие. Блин, он еще вылечился. Блин. Да, слушайте, они вставили Наконец-то Возможность смотреть сразу все по всем городам Вот это посмотреть доклады Видите, тут ресурсы я могу Найти, где они Статус города какой То есть, ну Сколько населения, жилье, довольство Усталость, вот видите, усталость от воин Минус два, да Идет, ну и прибыль Сколько производства в городах Сколько пищи, сколько золота Наконец-то Так, ну Просто спамом юнитов Все-таки компьютер воюет Хреновато Как видите, я добился того, что Грек хочет теперь со мной Заключить мир, причем я занимался только тем Что отбивал его юниты, да, то есть я не нападаю На него, и он мне предлагает хлопок Четыре золота, два золота Вход на 30 ходов Ну, почему Почему не принять сделку При том, что Бразилиец, например, он уже в рыцарстве Он там в средневековье И грек, по-моему, уже в средневековье Я воюю чисто лучниками И вот я уже обратно тут Пытаюсь Астрахань отбить То есть Все дело в количестве юнитов О, кстати Он отступает юнитами, но при этом Обстреливает Моих лучников Чисто Астраханью Я не знаю, ну Видите, я вам не показываю войну Потому что я просто не записываю в это время Видео Мне просто кажется, что тут Особо не на что смотреть По-хорошему, я тупо Спамлю юниты в горы В городах И ими атакую Соперника, который У которого более Крутые юниты Он бы мясом мог меня Задавить Но он этого не делает Почему-то Так, тут обработаем Кофе Зачем вот греку это вообще Но я до сих пор Как бы не понимаю Действий Компьютера Откровенно Сейчас мне надо таран подвести Тогда я буду Меньше получать Урон Дорогу не хочу грабить Давайте будем лечиться Так, этими Лошадками тоже отбежим Так, тут я строителя Сделал Давайте, не знаю, еще Вот таран чисто Юнит поддержки Древнего мира Когда находится рядом с городом Ближнего боя Юниты Полный урон стенам При атаке Ну Нормально В принципе Прикол, что я Теперь у меня пророка не будет То есть я религию не могу основать Зашибись Астрахань Похоже, я отобью обратно Надо будет Видимо, будет дальше идти Занзибар захватывать При том, что я воюю Юнитами вообще Самой первой эпохи Просто Только сейчас вот мечников открою У всего есть свой предел И жили Так, ну тут надо отступить Все-таки Так, а тут будем окружать Астрахань Вот, в осаде Чтобы еще знать, что такое в осаде Что это означает Мне вот интересно Поиск Осадная тактика Ну это Это технология Ведь она мне объясняет Что с осады Но там что-то Что-то не восстанавливается Я помню Так, таран Видимо, еще не добегает Доступно повышение Ну Наверное Следующим ходом Астрахань отобью Прикольно, да? Наверное Юниты можно заканчивать Строить Так Лимит жилья Тут еще нормально Лучники Ну давайте Мечников Одного построим Так Тут строителей Так Эти Можно перебрасывать Может пойти просто Бразильца вынести Судя По его Способности Воевать Короче Я тогда Я думал я Одной серии ограничусь Потому что меня вынесли И все на этом Но я Заканчиваю эту серию Потому что она уже долго Я хочу быстро выложить И продолжение В следующей серии Тогда давайте Я сделаю сейв Вы слышали Кстати Сохранились сейвы Еще с пресс-версией Самое что прикольно Ну В принципе Тут одна папка Так что Это понятно Все Пользуйтесь Дваги Сыграйте в умные игры Спасибо Спасибо что засорели до конца Я Леша Халец И тот кто сделал Это видео У меня к вам Несколько просьб Во-первых Не забудьте Поставить лайк А во-вторых Поделиться Этим видео Раз уж вы Зарели до конца Видимо Оно вам Понравилось Я вам буду благодарен И это поможет Распространению Моего творчества Для более широких масс На этом все Играйте в умные игры Играйте в умные игры